смотрите вначале заходим в настройки это сначала что мы самое важное должны будем свести во вкладку кей биндинг там во вкладку aircraft справа и там мы ищем сначала срут ли аналог в скобочках написано я слаб фратал и аналог сатал аналог после pitch down но там вы поставите себе кнопку какую себе важно но в принципе не близко она не такая не экстренная кнопка будет что она вам дает когда вы летите и вам например надо спокойненько сесть она вас останавливает и вы около земли зависните покажу что будет дайте сейчас я тоже объясню то же самое в двух словах аналог это короче у эсф есть два мода мода вертолета и мод самолета и аналог он экстренно переключает причине идет в мод вертолета соответственно этим очень часто пользуюсь у меня эта кнопка стоит на клавишу с но я себе на c поставил хотя я мало использую вот он до земли никогда не достанет я вообще держу сейчас только кнопку разговора все он сам по себе если вы будете просто останавливаться садится самолет просто сядь это иногда удобно и делать на галях и либерах но садится точно некоторые очень часто разбиваются до смысл в том чтобы кнопку аналог поставить на клавишу с а кнопку называется еще скажу сразу даун вторая вторая строчка на клавишу е соответственно вы случайно никогда не сможете выйти из и своего и сэфа и соответственно кнопку войти выйти из и сэф у меня стоит на клавишу и white и еще раз заходим в свои настройки в кнопки в арка рафт и ищем печь об и печь это я себе назначил на 4 5 кнопки и мыши потому что мне удобно большим пальцем нажимать их они отвечают за то что вы либо наклоняетесь вперед либо задираете нос вверх при этом как это выглядит сейчас покажу то есть можете либо мышкой наклоняться вверх вниз либо вот с помощью этих то есть это очень важно чтобы это было как дополнительные две кнопки потому что если делать и маневр и маневр с помощью мышки делать очень сложно а с помощью клавиатуры гораздо проще допустим экстренный разворот это выглядит как ты летишь прямо да и те надо развернуться на 180 то есть вы прожимаете аналог до переходите в power мод и нажимать пичдаун соответственно будет проследить экстренный разворот так сказать вот если это делать мышкой то это будет супер неэффективно потому что в мышкой в режиме сф вам надо целиться и аниме стрелять они делать маневры и когда вы будете делать маневры разворотов если вы будете чистой мышкой разворачиваться это в разы медленнее будет и не эффективно по клавиатуре у нас все по моему соответственно на клавиатуре еще есть такая штука как поменять сиденье если вы катаетесь на либери катаясь в соло там периодически надо менять сиденье на dalton да либо на основное сиденье я убрал убрал там по дефолту стоит f1 f2 f3 да я просто поставил 123 на чтобы это было приятнее делать этого вкладке аэрокрафт сам внизу если вы соло лип летаете то рекомендую и соответственно чтобы это синергировала на задящую вкладку vehicle на то есть мы сейчас меняли только что аэрокрафт да поменять сиденье она сейчас будет зайти во вкладку vehicle и там тоже самое 1 2 3 еще по настройкам последний момент который очень важен для полетов это чувствительность в вашей мыши это где mouse sensitivity находится в generals настройках и там есть четвертая строка но бегунок fly vehicle sensitivity и вот ее конечно зависит от вашей дипе и мышки но многие пилоты и и выкручивают в единичку но я поставил себе 750 потому что это самое комфортное сегодня еще потестил и вот меньше 700 это уже очень плохо для меня потому что это неправильная сад для полетов то первое время будет вам максимально неудобно летать но вы научитесь потому что маневры будет удобно только так делать и по настройкам еще один момент если у вас под это графика картофельная графика то вам не будет видно ваши партиклы то есть трассера пулек и чтобы было видно обычно чуваки ставят на реддите у них стоит изначально на low партиклы до на самый низко потом они меняют на ультра партиклы чтобы видеть трассера очень очень ярко то есть это не надо перезагружаться все такое все такое то есть они меняют с низкого на ультра и тогда они становятся больше и видно партиклы вот и трассера и еще один момент render distance render distance мы ставим 1600 потому что это максимальная дистанция на которой может заспауниться техника то есть ее чтобы было видно 1600 метров но я всегда летают шестью тысячами потому что она как-то в воздухе все равно не проседает там слишком мало полигонов так что всегда там фпс нормально в принципе по настройкам все и так понятно так что вы можете взять самолетики я сейчас прям самую основу полетов куда-то хорошо и смотрите по инженеру импланты это первый это сейф фолл от падения в принципе спасает и 2 это она принтер потому что он постоянно отдает вам патроны чтобы вечно они не летали за патронами на свою башню особенно когда вы фармите со всякими ракетами противопехотными и противотанковыми они улетают очень быстро на либере если у вас есть сама принтер то вы в принципе за весь полет вряд ли когда-то полетите за патронами потому что все остальные импланты в принципе я не вижу в них смысла но если цель дымится значит он чуть-чуть осталось если не дымится значит еще стрелять есть труп нет вот все есть два состояния противника трупы не труп по инженеру еще момент такой можно зайти в пассив systems на и там прокачать на единичку пассивная регенерация это если вы летаете на либере на чтобы там автоматическая регенерация была очень приятно иногда это когда вы сколько-то времени не получаете урона там секунд десять так теперь наверное с этап самих весов досмотрите по и сэфом если вы собираетесь ради только док файта то есть самолет против самолета то в принципе нидлер это основная пушка она самая сбалансированная и в принципе гнаться за какими-то другими не стоит то есть все обычно пилоты говорят то что это самая нормальная пушка но да потому что очень высокая скорость палец снаряда а в из of это очень критично чем больше вас скорость предстоят тем тем лучше только из преимущества например другой пушки и роторки это она хорошо только в ближнем бою то есть на дальних дистанциях она очень теряет своей мощи так что всегда берите нидлер это для вас более чем хватит но естественно против пехоты это больше из девайсов которые вешают в принципе мало кто использует какой-либо прицел можете брать 3d так шин оптик это показывает самолет в принципе в темноте в каком-то дыму если вы вдруг оказались либо на хосине это куда будет полезнее так в принципе вся стрельба происходит без прицеливания это только мешает из второго слота это скорость перезарядки потому что обойма вам не нужно вы обычно перезаряжаетесь быстрее чем все выстреливаете так что скорость перезарядки будет но кстати тут мое мнение разница потому что я нам продаю магазин потому что чем больше патрончиков ты представляешь тем будет лучше потому что там и так большая скорость перезарядки полтора секунды соответственно не знаю тут тут не знаю но чтобы выстрелить все обойму тебе обычно не надо двигаться при большой перезарядки ты больше двигаешься и при этом ты быстрее перезаряжаешься но хорошо это пускай спорный момент но сколько я знаю пилота все перезарядку берут обойма хороша это на либере например на танк бастере чтобы танки у нас хэф там ладно отвлекаемся но обойма понятно обойма так во втором слоте если вы чисто на док файта собираетесь по мне лучше это quick richard филот танк брать это баки там в чем ее плюс это топливо перезаряжается в разы быстрее то есть учитывая вашу перезарядку вы успеваете стрелять и у вас уже обычно восстанавливается топливо на маневры с помощью этих баков поэтому по мне это лучшее баки если вы собираетесь фармить пехоту то это естественно все fire rockets от ванную я не помню как называются но тоже ракетки в основном там они немного другие но в принципе то же самое если вы технику то это харнета это управляемые ракеты которые летят по указанию вашего орудия то есть по центру экрана в скобочках которая бесполезная которая лучше не брать даже если хотите по форме технику то есть другие вещи для фарма техники мне нравится манейки против воздуха есть два типа ракет это либо койоты либо там к это там к это вам надо навестись на самолет и выдержать сколько-то секунд потом мы запускаете то в принципе то же самое как у хэвиков наведения по воздуху койоты вы просто выстреливаете ракеты и они пролетают близко с вражеским самолетом на сами доводятся в принципе тут лучший выбор конечно койоты но по неписанным правилам полетов все кто летает с такими ракетами нубасы но это потому что не выдает слишком мало урона и нет такой нет у тебя нету это собственно автор берна на из-за того что это не баки поэтому это не очень эффективно по утилити модом в основном берут всегда fire suppression потому что 25 процентов это очень много по дефенс моду берут либо vehicle стелс на либо на нет авторе пэр vehicle стелс это значит то что тебя не будут видеть на карте всякие злые злые москиты косы и кирпичи на нет авторе пэр это если вы уверены в себе пилот и не боитесь то что на вас всякая тварь ушла и будет агриться и плюс очень хорошо когда вы фармите пехоту во первых на вас лог будет идти дольше и во вторых вы на карте не будете отображаться то есть вы сможете спокойно подлететь это вам даст время сможете спокойно зафармить и даже если у вас начнут то лочить у вас будет дополнительная секунда если они шим ну и в третий слот насколько я знаю обычно берут hover stability улучшает характеристику самолета при зависании то есть скорость принципе если вы будете брать то если вы мега пилот и не хотите чтобы от вас а еще можно про один билд рассказать то что есть еще билд где пушка и крылья на крылья ставят собаки желательно самые большие да это high capacity full tanks я показал utility ставится ejection system эта штука позволяет вам тропаться из самолета также как из валькирии и galaxy не развиваясь вместе с парашютом при таком билде на плюс можно в перформанс как раз таки рейсер впихнуть и в таком билде вы можете быстро долетать до точки куда вам нужно и стоит там бекон ставить с базы маяк там роутер очень быстро долететь до какой-либо точки все да это чисто долететь быстро способ передвижения просто по карте все дальше продолжить но это не относится к оформлению итог файтом это чисто долететь то